Всем привет! Меня зовут Бабин Ярослав и сегодня я расскажу о логических атаках на банкоматы. Сюда войдут такие атаки, как атаки на аппаратном уровне, то есть на периферийные устройства на сетевом уровне и расскажу об атаках на операционную систему и какие-либо приложения, которые стоят на этой операционной системе. Обычно у всех ассоциация со зломом банкоматов именно какие-то грубые деструктивные действия, которые приводят к полной полонке банкомата, либо это какие-либо атаки на самих пользователей этих банкоматов, то есть скимминг, например. Однако это не совсем так и злоумышленники с каждым днем все изощреннее придумывают новые вектора. Для начала давайте разберемся, как работает банкомат. На передней его части это, собственно, интерфейс работы с пользователем. Там есть картридер, куда вы вставляете свою карту и с магнитной лентой считывается такая информация, как пан, держатель этой карты и дата, experience date. Также внизу расположен пинпад или криптоклавиатура, куда вы вводите пинкод или, например, условно просто сумму, которую вы хотите снять. Этот пинпад работает в двух режимах. Как криптоклавиатура, когда, например, вы вводите пинкод, он соединение все шифрует. Либо, когда вы вводите сумму, он в незашифрованном виде передает это все на дисплей. Открыв банкомат, мы попадаем в сервисную зону. В сервисной зоне уже располагается системный блок, собственно, сам компьютер, с которым взаимодействуют все периферийные устройства. И внизу лежит сейф, в котором находится диспенсер, в котором уже находятся сами банкноты, которые находятся в кассетах. Таких кассет обычно 4-6 штук, и в каждой умещается примерно 2500 банкнот. Исходя из этого, что может атаковать злоумышленник? Первое и самое простое, на самом деле, это атаки на операционную систему, которая расположена в банкомате. Так как операционная система чаще всего установлена на банкомате, это Windows XP или Windows 7, которые уже давно не поддерживаются в Windows, под которой есть огромное количество уязвимостей, они становятся довольно уязвимы для злоумышленника. Также это могут быть какие-либо атаки на сами приложения банковские. Затем идет чуть ниже уровень, это сеть. То есть весь банкомат связан напрямую с банком, с процессингом, откуда отдаются ответы на то, что может ли снять пользователь какую-то определенную сумму, остаток по балансу и другие данные. И последний, это аппаратный уровень. Собственно, так как банкомат это огромное количество периферийных устройств, то возможных векторов атак на такие устройства очень большое. Собственно, какая цель у злоумышленника в итоге? В итоге цель его получения выгоды и прибыли или просто денег. Но на самом деле я различаю эти атаки на две разных. Либо это атаки на сам банкомат, то есть на содержимое самого сейфа, либо это атаки на пользователя, то есть скимминг того, что он передает. Например, данные карты или данные с криптоклавиатуры, где находится пин-код. И для этого, для атаки на банкомат, ему необходимо либо отправить специальный запрос в протокол, который напрямую общается с этим сейфом, где лежат деньги, либо, если он атакует клиента, то ему нужно как-то подцепиться к устройствам периферийным, например, такие как криптоклавиатура или карт-ридер. И считать данные с карты, и считать данные с ридера, и в итоге сделать копию вашей карты и снимать уже по ней деньги. Если речь идет об атаках на устройства, то зачастую это в основном либо диспенсер, устройство, в котором содержатся купюры, либо криптоклавиатуру, как я уже сказал, или карт-ридер. Но для меня, как для исследователя, на самом деле это не очень интересно, так как ответ на самом деле прост. Если устройство поддерживает хорошую аутентификацию и стойкую криптографию, то внедриться как-то, как человек посредине провести атаку, у вас не получится, потому что там криптография, и прочитать вы ничего не сможете. Если ее нет, то да, это вполне возможно. Поэтому я решил больше рассказать об атаках на операционную систему. И первое, что нужно злоумышленнику, когда он попадает в сервисную зону, ему нужно обойти режим киоска. Это такой режим, когда окно банковского приложения отображается поверх всех остальных окон. И нужно найти способ, чтобы как-то выйти в сам Windows XP. Чаще всего то, как защищают, выглядит примерно так. То есть первое, это always on top. Такое свойство, которое отображает окно банковского приложения поверх всех остальных. То есть внутри может быть какой-то интерфейс, и он может по-разному, там, собственно, могут быть открыты еще кучи приложений, но так как стоит свойство always on top, оно всегда будет отображаться поверх всех окон. Второе, это отключение горячих клавиш на устройстве. Например, вы попадаете в сервисную зону и подключаете свою клавиатуру. И чтобы, например, попытаться сменить окно, которое стоит поверх всех, вам нужно примитивно нажать, например, alt-tab или alt-shift-tab. Но чаще всего такие горячие комбинации блокируются инженерами системными в банке. Затем это такое не очень универсальное средство защиты. Это просто либо удаление курсора мышки, либо подмена его на какую-то прозрачную иконку. И подключивши мышку, вы не сможете понять, в какой области экрана вы находитесь. Однако заменяют только один курсор. Например, если мышка переходит в режим часов, он все так же нормально отображается. Затем идет ограничение уже на уровне проводника, когда вам запрещают, например, открывать папку в корне, например, диска C. То есть вы пытаетесь в нее перейти, и вам пишут, что Asus denied, и вы не можете ничего оттуда прочитать. Последнее — это уже более серьезная блокировка, в отличие от блокировки просто горячих клавиш на клавиатуре, это блокировка уже устройств. То есть вы не можете подсоединить свою камеру или мышку, или какую-то определенную клавиатуру. И в связи с этим в голове появляются примерно такие соображения, как бы это можно было бы обойти. Первое — это обход еще до загрузки самого Windows, то есть во время бута. Так как режимов сейф-модов Windows огромное количество, обычно какой-нибудь да не блокируют. И оставляют, например, запуск сейф-мода в режиме командной строки, с подгрузкой сетевых драйверов и так далее. Затем это не все горячие клавиши на самом деле блокируют. И, например, блокируют control escape, который вызовет диспетчер процессов. Но оставляют winr, через который вы точно так же сможете исполнить любую команду в Windows. Затем это устройство plug-and-play. Из названия понятно, что при подключении устройства они моментально определяются, для них драйверы уже есть в системе. И часто из-за таких устройств поверх всех окон отображается только что подключенное устройство, какие-то настройки для него. Затем идет обход доступа, например, до диска C тем, что вы можете, например, перейти в папку либо C-Windows, либо C-Program Files и оттуда выполнить любое приложение. Еще один обход ограничений на блокировку устройств – это, собственно, подключение клавиатуры с другим дескриптором, то есть с другим описанием того, что это все та же клавиатура. Бывают просто USB-клавиатуры, но некоторые, например, поддерживают тачпад. В системе это будет совершенно определяться как совершенно другое устройство, то есть клавиатура и тачпад. И тем самым вы можете попробовать обойти блокировку этих устройств. И последнее – это обход еще до старта каких-либо приложений для защиты. Так как в банкоматах используется довольно старое железо, вы можете попробовать обойти всю эту защиту еще до старта этих приложений. Бывало, что, например, сразу после загрузки мы успеваем нажать определенную комбинацию клавиш, которые вызовет нам какое-либо приложение, из которого мы можем исполнить любой код. Вот пример с Plug and Place. При подключении в 3.5 разъема наушников нам вылетало окно поверх всех остальных с настройкой этого устройства. Что касается обхода до, собственно, загрузки операционной системы. Это всевозможные режимы сейфмода, как я уже сказал. Пароль на BIOS часто оставляют на банкоматах везде одинаковый, то есть у них есть парк из тысячи банкоматов, и на всех из них пароль на BIOS будет одинаковый. Бывало, что сервисные инженеры ненароком оставляли нам бумажки с паролями от BIOS. И еще один способ – это загрузка по сети, когда вы можете подключить свой ноутбук и с него загрузиться своей операционной системой. И что касается вопроса о блокировке горячих клавиш. Вручную все это набирать было не очень удобно, поэтому мы подумали, каким способом можно было бы это автоматизировать. И нашли такие устройства, которые вы можете перепрошить так, чтобы они эмулировали клавиатуры и эмулировали остальные нажатия. И какие в голову пришли клавиши в первую очередь? Это, во-первых, просто функциональные, такие как Alt, Ctrl, Tab, Escape, Delete и так далее. Затем все комбинации клавиш F1-F12. Однако, прочитав документацию по этим устройствам, мы обнаружили то, что также еще по спецификации есть клавиши F13 и F24, на которых тоже есть функции. Затем есть специальные медиа-клавиши управления просто какими-либо музыкальными свойствами операционной системы. Переключение треков, повышение звука, уменьшение его. И последнее — это функциональные клавиши, на которых уже какие-то функции зашиты. Например, клавиши с калькулятором, с вызовом калькулятора, вызовом Outlook, вызовом браузера. И вот я вам сейчас продемонстрирую. У меня есть с собой устройство, которое, собственно, выглядит оно вот, вот так. Это небольшая типа USB-флешка, и при подключении ее в USB-устройство она автоматически вводит WinR, вводит CMD и затем необходимую команду. То есть тут она открывает CMD и вводит мне, чтобы в файл тест, в папке тест записался CMD.exe. И вот и делает оно бесконечно. Что касается устройств Plug and Play. Как я уже говорил, это такие устройства, которые при подключении сразу же начинают свою работу. И, например, сетевое устройство типа модема при подключении отображает окно. В каком режиме сети нужно работать? Это как домашняя сеть, общественная сеть или рабочая? Вот. И из такого окна у нас при нажатии, например, помощи есть возможность попасть в программу Help'а Windows'а и из него уже, например, попасть в CMD. Но для того, чтобы не носить с собой целый огромный парк устройств, я нашел способ решения этой проблемы тем, что нашел устройство, которое может массово эмулировать огромное количество устройств. Называется оно FaceDancer. То есть, с одной стороны, с той я подключаю себя к ноутбуку, а с этой стороны вставляю его в банкомат. И отправляю сразу огромное количество разных описаний устройств. То есть, оно определяется как и модем, как камера, как звуковое устройство, как любое медиаустройство. И в это время на банкомате творится ужасное. Там куча всплывающих окон появляется поверх банковского приложения, из которых я уже могу выйти в операционную систему и выполнять любые команды. У нас была ситуация, когда мы не могли обойти никак режим киоска. То есть, было огромная масса ограничений. Мы не могли ни устройства подключать, ни набирать какие-то горячие клавиши. Вся загрузка была полностью заблокирована. Мы сразу попадали в Windows. Однако, придя на третий день, отобразилось окно с активацией Windows, из которого мы можем точно так же попасть в командную строку. И на самом деле, обойдя киоск, я считаю, что в принципе пентест уже сделан, и вытащить деньги из банкомата уже не является какой-то огромной проблемой. Но сервисные инженеры ставят такие средства защиты, как application control. Это такие приложения, которые защищают банкомат от запуска сторонних приложений. По сути, это антивирус доверенных файлов. Работают они примерно так. То есть, первое, после, например, полной настройки банкомата, сервисный инженер запускает его. Оно делает образ системы, куда помещает все приложения, которые уже есть на Windows, и считает их по дефолту доверенными. То есть, любые приложения, которые находились на системе в момент запуска этого приложения, можно будет запускать последующим. Разрешает запуск, например, из папок C в Windows, определенные приложения типа калькулятора, там IP-конфига и других стандартных утилит Windows. Затем это проверка по чексуме этого файла. То есть, оно собирает не только образ доверенных приложений со всей системы, но еще и все возможные исполняемые приложения сохраняют их чексуму у себя где-то в базу. И затем, например, при копировании калькулятора с папки C Windows System 32 на рабочий стол, вы точно так же сможете его запустить, потому что чексумы этих файлов будут одинаковыми. Затем это проверка подписи приложения. То есть, вы часто, наверное, замечали то, что при нажатии свойства по какому-то выполняемому приложению в свойствах можно обнаружить то, что приложение там подписано Microsoft. И последнее — это такая совсем неэффективная защита, блокировка по черному списку расширений. Например, полное блокирование запуска именно .exe файлов. Не является эффективным, потому что таких расширений в Windows огромное количество. Исходя из этого, какие способы для обхода пришли в голову? Так как нам разрешено запускать все-таки приложения, хоть какие-то, и считающиеся доверенными этим приложениям, нужно поискать возможность выполнить сторонний код за счет этих приложений. Как вы знаете, в многих алгоритмах хеширования есть такая атака, называется коализия, когда у совершенно разных файлов может быть одинаковая чек-сумма. Подделка подписи. То есть, вы можете создать поддельный сертификат, и на этот поддельный сертификат сделать тот, который не будет проверяться, и подписать его, например, Microsoft все тем же. Черный список, как я сказал, это совсем неэффективная защита, так как исполняемых расширений намного больше, чем может думать разработчик приложения Application Control. То есть, к экзе добавляется SCR, DLL, JS, VBA, и их просто огромное количество на Windows. Также часто попадают сторонние приложения, такие как .NET, которые с Windows 7 уже идут по дефолту, либо, например, Java, который устанавливается с каким-либо другим сторонним приложением, которое нужно для банкомата. Также бывают проблемы, связанные с мисконфигурацией, когда, в принципе, приложение поддерживает настройку блокировки чего-то, но сервисные инженеры в банке просто забывают включать это. У нас были ситуации, когда мы находили обходы таких приложений Application Control, связывались с вендором, говорили ему, вот мы нашли возможность обойти запуск сторонних приложений, он нам говорил, что нет, ребята, у нас есть такая настройка, просто, видимо, забыли ее включить. И последнее, так как операционные системы, которые используются, это Windows XP и Windows 7, и чаще всего они без патчей, то есть под них огромное количество уязвимостей, и все они никак не блокируются Application Control приложениями. Здесь я показываю, как я генерирую динамическую библиотеку, в которой будет исполнять сторонний код. Например, она исполнится и вызовет мне калькулятор. И известные способы, которые описаны на многих пентестерских сайтах, это запуск через run.dll, затем мы указываем файл и указываем метод, который есть в этом файле, который нужно запустить. Затем это rec.svc и такая уязвимость, как dll hijacking. Но поискав еще возможные приложения, которые точно так же могут запускать разные методы из сторонних dll, я нашел приложение odbc.conf и rassauto.eu, которые работают почти во всех версиях Windows и позволяют запускать сторонние dll. Так как все же речь идет о Windows XP, и это довольно старая операционная система, в нее заложено, чтобы у нее была поддержка приложения MS-DOS. Поэтому есть такие приложения, как debug, ntsd и force.exe. Первые два — это примитивные дебаггеры 16-битных приложений, в которых вы… ну, это прям самые очень простые дебаггеры. И последнее — это приложение, которое говорит, что вот конкретно этот бинарный файл нужно запустить в режиме совместимости MS-DOS. Тоже стандартное приложение Windows, называется e-express. Им вы можете создать привитивный, так сказать, инсталляционный пакет, который после того, как файлы положат в определенную папку, выполнит ту команду, которую вы ему задали. Особенность в том, что создав такой файл, он будет по дефолту подписан Microsoft, и application control приложения его пропускают. Часто бывает, что cmd.exe заблокировано либо политиками, либо этим же самым application control приложением. Но способов выполнить стороннюю команду в Windows довольно много, и я нашел еще один способ — это выполнение с помощью Packager.exe. Также еще один способ — это через ярлыки. Точно так же вы в свойства ярлыка можете прописать определенную команду, и он ее выполнит. Я вынес такой простой список из расширений, в которых вы, в принципе, можете выполнить сторонний код. Их на самом деле много, но о них точно так же знают и разработчики application control приложений, поэтому чаще всего они заблокированы. Однако мы, немного поисследовав систему, нашли то, что есть такое расширение PIV. PIV — это условно ярлык приложения в MS-DOS, то есть это тоже какие-то очень старые приложения, однако работает до версии Windows 10. И переименовав обычное бинарное приложение в PIV, вы с легкостью можете обойти application control приложение, потому что оно, в принципе, все так же выполнится. Никогда не знал такой особенности. Командная строка, если видит приложение с незнакомым расширением, она проверяет его первые несколько байт. И если видит, что это приложение может быть исполняемым, оно запустит его совершенно с любым расширением. То есть одно условие — только то, что приложение должно быть без интерфейса. Никаких объяснений на сайте Microsoft мы не нашли, только небольшую заметку на Stack Overflow. Поискав глубже, мы нашли возможность запускать в обход почти всех application control приложений 16-битные приложения. Видимо, из-за того, что они обращаются к каким-то сторонним библиотекам, и application control просто не видит того, что они вызывают. Но так как это 16-битное приложение, у нас довольно много ограничений. Да, мы, например, можем редактировать файлы, можем работать с реестром, и, возможно, мы можем вызывать все-таки 32-битные функции. Но, например, обратиться напрямую к протоколу, который работает с сейфом, в котором лежат купюры, мы не можем. Что касается .NET, .NET стал стандартным в Windows 7, и у него просто огромное количество возможностей выполнить сторонний код, который точно так же не определится application control приложениями. Например, это MCI-exec, или компиляция вашего C-sharp кода через csc.exe и последующего запуска через утилс. Или хорошая особенность — это возможность запустить приложение в памяти. То есть, например, вы запускаете какое-либо подписанное приложение и говорите, что в памяти тебе нужно исполнить вот такой код. С Java примерно то же самое. Мы можем либо в скрипте прописать запуск какого-то стороннего приложения, либо точно так же исполнить любой сторонний код в памяти. Часто накладывают огромные ограничения на то, чтобы какой-либо файл вообще мог попасть на систему. То есть блокируют USB, блокируют там специальные протоколы, какие-то порты за firewall ставят. И в связи с этим у злоумышленника появляется проблема, как ему закинуть файл на систему, чтобы потом его исполнить. Для этого мы используем такие способы, как передачу по SMB-протоколу. То есть мы подключаем напрямую банкомат к нам, поднимаем SMB-шару и в нее кладем файл и скачиваем его затем. По Telnet мы не можем передавать бинарные данные, однако можем передать BSC4-код, который потом на системе сможем переконвертировать уже непосредственно в исполняемое приложение и забрать все деньги из банкомата. Потом это поднятие своего FTP-сервера и скачивание его средствами Internet Explorer или Bits Admin, который появился в Windows 7. Также FTP, стандартных приложений Windows, большое количество. Это такие, как FTP, TFTP, и часто на банкоматах установлен FAR Manager, который тоже позволяет работать с FTP. И даже при условии того, что все эти варианты могут быть заблокированы, у нас остается последний — это вручную набрать с помощью эмуляции клавиатуры. То есть мы заранее подготавливаем такую флешку, в которую вгоняем наш код. Вставляем ее, и он вводит все это бинарное приложение вручную. На это потребуется, наверное, секунд 20 или 40. То есть, в принципе, не так уж и много. Исходя всего этого, хочу сказать, что при разработке и установке банкоматов инженеры думают, что добраться до операционной системы и понять вообще, как она устроена, как она работает, у злоумышленника вариантов не особо много. Однако это некорректно, потому что безопасность через неясность в данном случае может не работать. У злоумышленника могут быть либо дампы, либо как-то через сервисных инженеров он может получать информацию о том, как работает банкомат. Также при построении каких-то векторов атак нужно понимать, какие возможности есть у злоумышленника и чем он вообще может оперировать. То есть какие вектора атак могут быть на сам банкомат, какие вектора атак могут быть на клиентов, на какие устройства может он атаковать. И последнее, это такое хорошее правило проводить часто анализ защитенности ваших АТМ. На этом все, наверное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ